В общем, всем привет! Сегодня смотрим игру Комбинатора против Неона. Это Бретонц против Нурглей. Довольно интересный матч. Я наслышан о игре Комбинатора. Кстати, у Комбинатора выбрана магический купол против смены погоды. Интересно. Ну, Нурглей типичные Нургли-убиваторы. Конечно, у них есть возможность поконтролировать мяч. Но, в целом, они пришли сюда убивать. А вот что собираются в этой игре делать Бретоны, я пока не знаю. Но, скоро мы увидим. Проблема в том, что если ты откажешься, то в сборную потом не попадешь никогда. Ну, это звучит, конечно, очень грустно. Но я как-то не удивлен. Понимаешь, Филон, есть вещи и похуже. Например, ты не смеешься над шутками одного усатого дядьки. И на домашний чемпионат мира тебя не берут в сборную, например. Это, по-моему, похуже. Я думаю, сборная России по хоккею хотя бы добивается каких-то результатов. Ну, вот. А сборная России по футболу, к сожалению, живет несколько другой жизнью. Так она не добьет. Так и Олимпиаду вроде выиграли. Что там еще выигрывать-то надо? Мне казалось, Олимпиада вроде бы главный хоккейный турнир. Нет? Там не было игроков из НХЛ. Ну, а на чемпионате мира какие места занимаем? Я могу, конечно, погуглить. Так. Мне просто настолько пофиг на... На хоккей, что я как-то очень безумно далек от всего этого. Вот я смотрю, в предварительном раунде мы пока идем на первом месте. Ну, правда, как я понимаю, играли, видимо, с Австрией, с Белоруссией или что-то типа того. Да? Ну, это в этом году. В этом пока ничего не ясно. А в прошлом году мы заняли третье место. Ну, окей. Это очень плохо. Ну, вот. С Австрией и Францией. Ну, окей. Опять ГГ умер. В последнее время Гудгейм, по-моему, умирает с какой-то невероятной периодичностью. Это довольно грустно. До этого я смотрю сборная Россия опять. Ну, стабильно смотрю, третьи места занимаем. Ну, в общем, хорошее начало, на самом деле, для бретонов, потому что начинать им в дефе было бы совсем неприятно. Ну, им и так неприятно. Единственное, я не очень понимаю, нужно ли бретонам иметь четыре запасных. Наверное, нужно. Наверное, это позволяет активно фалить, драться и так далее. Но у меня все равно ощущение, что бретонцам будет очень трудно в этом матче. У Нурглей все-таки шикарная команда. И, кстати, что очень важно, у Нурглей нету травм. Ну, я имею в виду, что у них почти все ключевые игроки абсолютно целые. Вот только на Козлике Меченосца есть Негла и, по-моему, все. Да, все. Негла на Козлике Меченосца, это, конечно, неприятно, но страшным я бы это не назвал. Опа! Вот это ловля меча, конечно, неприятненькая. Это была ловля меча на 6+, кстати, стоит сказать. Первого паренька повалили. С пробоем. Второй удар. Не повалили. Это неприятно. Я бы даже сказал, это очень неприятно. Теперь будут валить зверя Нургла. Ну, тут 5 гордов вокруг, как бы. Бей кем хочешь. Единственное неприятное, что у зверя есть крепкая стойка. Двойка устраивает. По-хорошему, надо, наверное, пытаться вырубить Роттера и фалить зверя. Фалл зверя в этой ситуации, это неплохо. Кстати. У комбинатора 5 реролов, девочка, Бладвайзер и Мак. Это выглядит довольно... Ну, один ивент, по-моему, был на рероллы, да? Я немножко не... Сейчас я посмотрю. Да, по-моему, реролл был получен. У него 4 реролла. Это интересно. Я не вижу у него этого литера. Забавно. Сейчас вот этот парень... Ну, тут фалить не очень удобно. То есть, наверное, этот парень отойдет, и фалл будет одной из линеечек. Ну, фалить зверя Нургла надо. Это очень важный игрок в этом матче. Да, 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 будет фалл линеечкой. Только вот эти веселые парни. Кстати, красивая форма. Мне очень нравится эта форма на бретонцах. Сейчас будет фалл. Ну, у бретонов, на самом деле, неплохие шансы, если их не разломают. А, это даже перестройка, чтобы фалл был еще круче. Правда, теперь придется... Не, ну, добегают вроде. Ну, зверя-то надо фалить. Видимо, выбрать, кем фалить зверя. А Нурглям надо идти в контакт, наверное. Пошел фалл. Наблюдаем. И травма! 10 не... Но реген сработал. Но все равно... Это, можно сказать, нокаут до конца тайма. Это потерян очень важный игрок. Но регенерация, конечно, помогла. Регенерация очень сильно помогла. Но начало, в принципе, за комбинатором. Скажем так, выбить зверя Нургла, это намного важнее, чем выбить, например, тех же линейчик. Но я думаю, надо пытаться ломать. Вопрос в том, кого ломать. Я бы все-таки бил бы по ключевым игрокам. Потому что вырубание ключевых игроков, оно очень осмысленно, я бы сказал. То есть, у бретонцев есть 8 игроков. Если ты ломаешь хотя бы даже половину этих игроков, то бретонцам уже некем играть. Тебе не кажется, что он себя загнал в ловушку, встав так плотно? А как он себя загнал в ловушку, встав так плотно? У него абсолютно достаточное количество гордов, для того, чтобы в случае чего стенка на стенку подраться с Нурглями. Вот если бы он вдруг не пробил бы зверя Нургла, и тот бы встал, вот тогда у него были бы реальные проблемы. Но так как зверь Нургла еще и улетел, у него наоборот сейчас все очень классно. У него никаких проблем нету. Проблема у Нурглей в том, что им надо как-то пытаться расковырять все это. И они так сразу плотно влететь на драку не могут. То есть Нурглям сейчас надо делать блиц в ближайшего игрока, в любого. Ну, в любого из тех, кого легко достать. И надеяться на лучшее. Ну и вставать в контакты, какие-никакие. Им все-таки нужны контакты для того, чтобы оппоненту было неудобно. Вот так вот. Нурглям сам и у Капперки не хватает гордов, мне так кажется. Блиц пошел. Шестерка найдена. Это очень хорошо. Пробой. Приятный пробой. Может быть даже есть смысл замарчить вот этого паренька. Ну и так тоже хорошо вставать. Горды здесь нужны, чтобы было неудобнее валить. Да, да. Нургли строят экраны и делают это правильно. Это что, столбики на экран скорее? Это не столбики, это скорее экран с легкой подстраховкой. Здесь подстраховка, чтобы было сбегание не такое удобное, чтобы слегка помочь пятисильному воину. Хотя теоретически, теоретически, все равно можно здесь влететь. Да. Потому что вот этот парень, его блицуют и потом будут пытаться повалить пятисильного. И это опасно. Вот это, правда, плохой ивент. Я бы не тратил рерол. Хотя пять реролов, слушайте, нет. Наверное, рерол можно потратить. Да, тратится рерол. Без пробоя. Но это не страшно. А вот теперь стоит начать беспокоиться. На самом деле здесь, конечно... Сейчас валить пятую силу будет трудновато. Потому что ее толкать в неудобное место. Но бритоны все делают более-менее правильно. Более-менее правильно. Двигаются вперед. Неплохо зафалили игрока. Почти никого не подставили. Ну, подставили слабых игроков. Самых слабых. Двух блокеров, которые как бы... Ну, такие. Никакие. Хотя, честно говоря, вот мне бы нравилась команда бритонов. Но блокеры в ней смотрятся как-то никуда. Привет, онлайн-спб. Наверное, это репорт. Ройлем, Ройлем, Ройлем. Наверное, это Ройлем. Или нет. Но Гудгейм, к сожалению, испытывает некоторые проблемы. Я над этим не властен. Я могу только написать Майкеру и сказать... Майкер, меня смотрят 20 человек на Гудгейме. И они все недовольны. Ты понял? И Майкер такой бы сказал... Да, да, Синк, я исправлюсь. Ну, или, скорее всего, он бы даже ничего не... Это Дженни. Окей. Сколько у вас тут питерских развелось, как собак нерезанных. А, вот. Удар. Неудачный. Не, ну нормальный удар на самом деле. Какой плотной группой идут бритоны... Вот сейчас, кстати, на мой взгляд... Вот сейчас бритонцы... Ну, не то, чтобы прямо подставились... Но... Вот сейчас Нургли могут навязать контакт. Вот сейчас у Нурглей... Ой, неприятный отбор. Вот сейчас Нургли реально имеют шансы навязать контакт и зажать бритонов. Вот. Притом очень хорошие шансы это сделать. А комби всегда так ходит? Понятно. Но сейчас у него могут возникнуть проблемки. Нургли, конечно, команда не быстрая. Но если какой-то важный игрок сейчас будет вырублен... Тут же получается, что есть халявный удар здесь таклом. И потом будет еще один блиц таклом, тоже халявный. То есть здесь Нургли спокойно могут построиться. А таклисту надо влетать вот в этого блокера. Вот. Кровь из носа. Да, и Нургли строят столбики. Прикольно. Не часто увидишь, чтобы Нургли, которые теоретически-то должны в драку, строят столбики. Это... Это весьма необычно, я бы сказал. Нужно еще Горда подвести под этого блокера. А, не, не нужно. Четвертая сила. Да, да, да. А зачем надо было подводить сюда игрока? Шестерка найдена, это прекрасно. Очень круто. Но, к сожалению, без пробоя. Но блиц здесь очевидный. Я думаю, что блиц вот сюда, и после этого фол вот этого блокера. Он напрашивается сам по себе. То есть вот сюда мы поставим паренька, а здесь сделаем фол, и все будет нормально. Как бы у Нурглей два запасных до сих пор. И их, не, видимо, не будет. Ну, такое. А почему он встал сюда? Почему не блиц вот сюда? Или он хочет вот так зайти и ударить? Так у него не будет здесь хороших куб... Немного странно, по-моему, сыграно. Ну, ну ладно. Ну, видимо, блиц будет вот отсюда, вот так вот. А, нет, это даже блиц. Ну, шестерку надо кидать. Да. Не, все-таки двойку. И травма. Травма это очень здорово. В этой ситуации надо ломать ребят, и он правильно делает. Вот. Не, ну ладно, нет, я не спорю. Пытаться вырубать линейчик, это неплохая тактика. Но проблема в том, что здесь как бы и без линейчик достаточно ребят, которых надо вырубать. Но я бы блицевал бы все-таки в блокера. Фолл по гардотоклисту. А-а-а. И удаление. Неприятно, неприятно. Это... Серьезное осложнение ситуации. Ну, посмотрим, что получится дальше. Но стоит сказать, что наругле неплохо запрессинговали. Проблема в том, что у комби этих линейк дофига. Да, у него четыре запасных линейки. Еще три на поле. Линейку... О-о-о-о-о-ой. Вот это... Это очень неприятно, потому что теперь ход будет не такой ясный. Стоит сказать. Теперь ход будет намного сложнее, разрулить его труднее. Сложные ситуевины. Но я тоже. Я считаю, что когда у оппонента четыре запасных, лучше, конечно, пытаться вырубать профильных игроков. Это опасный удар. Это очень опасный удар, потому что удар с МБ. Да. А у ротора две травмы. То есть, как бы... Ротор может отвалиться очень быстро. И Нургли, потеряв уже одного ротора. Если не потеряют ротора, то, конечно, это немножко неприятно. То есть, Нургли все-таки хотят играть при чистом преимуществе. Но если роторы очень быстро отлетают, то у Нургли могут возникнуть проблемы. Нурглям как раз не нужен спейс на поле. Свободное пространство должно полностью отсутствовать. Но тут пока все непонятно. Комби выбрал атаку. Я подозреваю, что да. Но я не могу сказать наверняка. Монетку же нам не показывают. Блиц. Блиц. Блиц в... Шестерочка найдена у воина Нургла. Ну, это, кстати, не страшно. Потому что все равно вот этому воину, например, надо бить в этого паренька или в этого паренька. Его это устраивает, в принципе. Хотя теперь будет посложнее. Спасибо, Перапен, за фоллоу. В логе пишут, если смотреть сначала, а я что-то смотрел лог и вроде не видел. Но можешь на твиче промотать запись назад и глянуть. Может, я просто не понимаю, как это обозначено в логе, допуская такую мысль. Все равно очень сложная ситуация, потому что здесь надо рвать контакт. И рвать контакт здесь будет неприятно. Здесь будет наверняка как минимум один удар получен. И в целом все довольно грустно. То есть как-то... Придется немножко принимать в лицо. И опять же, в этой драке стенка на стенку Нургли смотрится в разы сильнее. Закрывает вот этого парня с блоком Б когти. Перенос атаки в сторону. Ну, я бы на месте... Ну, Нурглям сейчас легко перестроится. Здесь надо найти двоечку. Сделать здесь три куба, наверное, особого смысла нет. Проще ударить в два куба, найти двойку в шестерку. Пятерка тоже, конечно, пойдет. Да, удар. Двойка идеально прям. И нокаут. Еще... Это хорошо. Это хорошо. Вопрос в том, как... Блицевать надо, очевидно, токлистом. Очевидно, надо блицевать токлистом. Я бы блицевал бы, наверное... Да, в семиарморного блицера. В Санкин Кинга. Блиц в Санкин Кинга это действительно хороший блиц, который очень поможет. И я бы одного козлика отправил бы атаковать с этой стороны, чтобы он создал давление. Это действительно хорошая идея. Блиц в седьмой армор это всегда оправданный блиц. Вот. А он нет. Он токлистом. Я не понял. А в чем смысл этого хода? Шестерка найдена. Повесили на пятую... Ну... Блокер ему не нравится. Ну, по-моему, просто у блокера-то... В общем, я не уловил смысла. Скажу честно. К сожалению, не смогли... Ой, рерол. Хаосинский рерол. Ну, можно было его делать в этой ситуации. И нокаут. Это тоже очень приятно. Но опять же... Почему не сделать блиц в седьмой армор? Это блиц, который очень... Очень... Очень классно смотрится. Действительно странно, что нету лога, кто выбран в повторе. Ну, повторы вообще очень странно выполнены. Не, ну, когда у тебя четыре реролла, и ты уже отыграл почти половину тайма, то в этой ситуации действительно в первом тайме есть смысл так сделать. Хотя, опять же, вот, блиц в блицера был настолько очевидный. Привет, паразит. Нургли подарили правый фланг. Ну, во-первых, они еще не до конца подарили. Скорее, Нургли почему-то не стали избивать. Нургли действительно могли поджать справа через блиц в седьмой армор и создать реально большие проблемы. Но они почему-то занялись какой-то порнографией. Ну, я не понял. И теперь за это получают в лицо. Пробой. Очень неприятный пробой, кстати говоря. Я просто не понимаю, почему Нургли не пытаются сражаться, грубо говоря. По-моему, у Нургли вполне могут не играть сдерживающе, а идти в контакт, драться, ломать игроков и получать преимущество. А вместо этого Нургли, простите, говна с лопаты накидывают. Травмы есть? Пока только одна травма линейщики, без последствий и все. Ничего интересного. Ну, тут от тренера не любят защиту в контакт играть. Ну, понимаешь, одно дело, например, играть защиту в контакт против Антошки. А другое дело, когда ты пытаешься... Не играешь контакт с бретонами, у которых там одно или два МБ на всю команду. Почему Няшка на скамейке? Его зафалили в первый ход. Няшку зафалили в первый ход, она получила травму и отрегенила. Ну, вот теперь получается, что правый фланг, простите, потерян. Драки хорошей нету и все плохо. Хотя, теоретически, есть какие-то шансы поджать через Блицовы... Блицера? Ну, тут типа МБ. Ну, тут везде блодж, то есть надо искать шестерку, это неудобно. Двойка устраивает. Я, правда, не согласен. Надо было бить вот этим парнем, потому что здесь был бы после этого удар. И здесь был бы удар таклом по блоджеру, если бы не уронили. Комби-рак лишний ГФИ кинул мячиком. Да, немножко ошибся. Ну, я думаю, что это может быть даже сделано, типа... А вдруг бы он зафейлил бы ГФИ, тогда здесь снизу было бы не прикрыто. Понимаешь? Может быть и такая мотивация. Что, типа, лучше обронить мячик в толпе, чем обронить мячик там... Ну, ты понял. Шестерка найдена по блокеру. Без пробоя. Не хватает МБ этому пареньку. И верхнему не хватает такла. Как-то вот немножко не сбалансировано. Хорошая стенка. Ну что, надо бить дальше. Тут есть кого побить. Вопрос в том, попытаться ли искать три куба силовым парнем или нет. Видимо, нет. Кстати, опять он отвел такл. Он отвел такл. Хотя, я не уверен, что в этом есть смысл. Потому что, опять же, это был бы очередной удар по блокеру. А он его не делает. Вот. Да, самое интересное... Не, ну понимаешь, бретоны, бретоны, в этой ситуации спокойно... У них куча линейок. Они выставят линейки... Ой, две единицы рерол. Вот зачем он убрал козла таклиста отсюда? Он бы еще сделал удар с МБ таклом. Отрезал бы этого бретона от общей группы. Вообще, у него все было бы классно. А сейчас просто бретоны могут забить и не париться. Вот. В общем, я... Мне не нравится, как играет Нургль. Нургль играет как-то... Не по канонам. Давайте скажем так. Не по канонам нурглицкой игры. Здесь простой удар есть в воина Нургла. Вот. Две двойки. Это борьба будет. В принципе, не самый плохой результат для Нурглей в этой ситуации. И попахивает тем, что... Если сейчас не будет заноса, то... Придется немножко огребать комбинатор. Надо заносить комбинатору. Комбинатору тяжел... Ну, комбинатор может сталить? Может. Но проблема в том, что у него слишком много игроков в контакте остаются важных. И... Я думаю, он не особо горит желанием огребать. То есть, раз игрок под огребание. Второй игрок под огребание. И еще блиц. Минимум три удара. Это много. Нурглям нельзя даже и одного... Ну, нельзя двух ударов давать в ход, а тут три. Один-то удар, понятное дело, будет с блица и так далее и тому подобное. В общем... Дело пахнет керосином слегка. Это будет Сталин. Это будет Сталин, ребята. Ну, возможно... Ну, он уже стоит. Но просто сейчас за Сталин можно поплатиться двумя позиционными игроками. Может быть, даже тремя позиционными игроками. Спасибо, Афкрай ТВ. Плохие кубы. Борьба. Но, с другой стороны, он все-таки разминировал. С другой стороны, он все-таки разминировал воина. И это хорошее решение. И я бы все-таки пытался бы убежать блокером в этой ситуации. Ну, ладно. Я не буду комментировать. Наверное, можно было и остаться. Ну, такое. Что-то у меня ГГ. ГГ у всех. ГГ не работает. Он кончился. Просто Крайет или Биг Крайет. Как тебе удобнее без ТВ. Окей. Ну, ргли встают. Я бы, наверное, отвел бы этого козлика сюда ради трех кубов блоджерного паренька. Вот этого парня вниз. Да. Чувствуется легкая нехватка зверя в этой ситуации. Шестерка найдена. Это хорошая шестерка по блоджеру. Но подвести козлика ударить, это хорошая идея в этой ситуации. Да, да, да. Абсолютно правильно. Наконец-то мне нравится, что делает Нургаль. Шестерка найдена. Смотрим. Это очень важный момент. Нокаут. Нормально, в принципе. Лучше, чем ничего. И Блиц теперь в Блицера. Теоретически Бритоны, конечно, убегают из всей этой засады. Но это будет не очень просто. Ты, как всегда, ждешь смерти? Нет. Пошел Блиц. Пятерка найдена. По седьмому армуру, кстати. Это опасно. Удар в седьмой армор, это жутко неприятно. Еще один позиционный игрок в опасности. Без пробоя. Это прискорбно. Так, извините. Секунду. Продолжение следует. Лучше. Я сейчас занят немножко. Ой, блин. Извините, как-то не вовремя немножко получилось. Что взяли бретонцы? Бретонцы мага взяли. И бретонцы взяли девочку Бладвайзер. И по-моему рерол, но я не уверен. По-моему взяли рерол еще. Кто-то подвинул мышку. Ну извините. Но там ничего суперинтересного не было. Не встал хороший блокер. Это неприятно. Это даже очень неприятно. Но тут, понимаете, для бретонцев хорошая ситуация. Они ставят трех вшивых игроков. Им надо попытаться отбиться от нурглей. Другой вопрос, что все три паршивых игрока могут улететь за один раз. Мак аптечка. А, не, вру. Он взял еще две аптечки. Я не обратил внимания. Лол. Он взял еще две аптечки. Мак. Рерол. Две аптечки. Девочка. Хорошо подготовился. Да. Но, понимаете, если ты берешь две аптечки, игра сразу перестает давать пробои. Понимаете? Это известный момент. Ты берешь две аптечки, и они тебе не понадобятся. Это на скиле. Это продуманно, ребят. Я рассказываю вам просто хинт о том, что вот... Берите две аптечки, и вас не будут пробивать. Это все знают. Это такие секреты Бладболла. В общем, у Нурглей в целом ситуация более-менее неплохая. Им главное не потерять мяч, вообще идеально забить. Но стоит понимать, что играть против Мага неприятно. Вот. Не, медиков, я думаю, криворуких не будет. Но посмотрим. Посмотрим. Интересная расстановка у комбинатора. Очень необычная. Хотя все равно 2D в одного из важных игроков будет. Прорыв, видимо, будет по правому флангу. А я бы делал прорыв, кстати, по левому флангу. Прорыв надо делать по левому флангу. Несмотря на то, что там есть на одного гарда больше, там в целом игроки такие... Ну, похуже. Расстановка жук. Ну, я не знаю, как она называется. Вот. Ну, да. Был же ивент, когда обоим выдало по реролу в этой ситуации. Вот. Ну, сейчас придется затерпеть немножко. Другой вопрос. Ну, Рыгля... Ну, Рыгля, понимаете, 2 куба. Тебя устраивает 2, 5, 6. Шансы вырубить шикарные. И ты бьешь по седьмому армору. То есть, ну, как-то... Ломать этих линейчик надо и как можно быстрее. Квик снэп, кстати, будет катастрофичен для... Обе команды получают... Не, ребят, какие квик снэпы? Тут же... Тут все известно. Но это, кстати, опасно. Есть прорыв все-таки к мечу. То есть, тут надо как бы так аккуратно. Хотя семимувный козлик с четвертой агилой, это страшное дело. Ну, вот. Как знал, да. Ну что, надо ломать. Двойка устраивает. Отлично. Травма. Все здорово. Вообще, хаос-вериоры... Нургл-вериоры... В этой игре могут очень хорошо нафидониться. Очень хорошо нафидониться каждый. Идет такое легкое прикрытие мячика на всякий пожарный. Чтобы, так сказать, проблем не возникало. Да, да, да. Это хорошо. Еще один удар. Шестерка устраивает. Да. Я бы вглубь толк... А, да не, сюда, 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 да. У него же второй этот. Нету травмы. Ну, ладно. Пятерка устраивает. Толкаем дальше в этом коридоре боли. Пробой. Ну, лучше, чем ничего. Ну что, теперь Блиц в Блицера. Почему бы и нет? У него, правда, только минус муф, но все равно концепция неплохая. Семья Арморного, как вы видите, спрятали очень далеко. До него не добраться, даже если очень сильно захотеть. Надо просто прикрывать вот этого паренька. Зверя вешать, например, вот сюда или вот сюда. Благо, у него есть брейктакл. Ему это не очень трудно будет сделать. И Блицовать вот этого парня с Гордом. Потому что... Ну, Гордов надо вырубать в этой ситуации. Ну, как бы... Мне не нравится. Сейчас в итоге еще и зверям бить придется. Ну, такое. Ну, я знаю, пиропенши, твои тактики, они специальные, как у Вайтеры. Спешл тактикс, но... Адекватные люди такими извращениями не занимаются. Это как есть яичницу с кетчупом или играть в хоккей на траве. Поэтому, пожалуйста, не рассказывай нам про... Блицы с несколькими даджами 6+. Мы знаем, что пиропен на это способен. И это знание нас утешает по ночам. Надо бороду, блин, укоротить. Правильное решение. Потому что сначала лучше, конечно, прикрыть мячик. Потому что если зверь Нургла пролетит, все-таки будет неприятно. Ну что, давай зверь. Зверь нашел пятерку. Ну что, смотрим на МБ, ребята. Нокаут. Ну... Ну, такое. Хоккей на траве супер, ты чё? Ну да, да. Как балет на льду, хоккей на траве. Яичница с кетчупом, я не знаю. Ситар, играющий за баш-команду. Ну, поняли. Ну, вообще, сейчас опять вырисовывается ситуация, в которой бретонам придется немножко получать. Не так много, как могло бы быть, но все равно неприятно. То есть, вот какой-то контакт есть. Какой-то контакт очень трудно действительно разорвать. Ситуированная не самая приятная. Ну, Бессигер, ты, видимо... Ну, ты и Бладбол смотришь, поэтому... Все не так очевидно. Я, правда, не спорю, у меня есть некоторые извращения. Но я про них стараюсь не рассказывать. Не делиться сокровенным. Вот так. Блиц в убива... Ну, на самом взгляд, кстати, эта убивашка не так важна для Блица. Наоборот, по-моему, блицевать-то надо в таклиста. Таклист, он намного неприятнее. Кстати, странно, что не поставили вот этого парня бить. У него была головолап близко. То есть, например, воина шестого уровня ставить на лосс было немножко нерадо. Да и второго тоже. Козлику этот лосс был бы нужнее. Чисто для прокачки. Мне так кажется. Понятное дело, что у него не было бы пеленоны и так далее, но... Френзи просто. Здесь, конечно, будет сложноватая драка, скажем честно. Нургли встали в контакт более-менее неприятно. После этой фразы ты точно должен нам все рассказать. А что рассказывать? Не. Хотя же Фент. Да, Фент это тоже дело такое. Я единственное не очень понимаю, зачем, ну в какой-то степени, я не буду говорить, что уж прям совсем уж, но фланг оголен. Фланг оголен. Если сейчас еще не получится уложить пятиарморного воина, то ситуация станет немножко неприятной. Вот. Сейчас как-то нашли шестерку в 1D, по-моему, или во сколько там. Не пробили. Но все равно сейчас придется немножко огрести. Я слышал, кстати, теорию о том, что можно действительно на всех бидонцев взять Фент. И даже вроде кто-то использовал эту идею. Это красивая идея, но безумная. Единичка очень не вовремя. Вот знаете, не хватает на блокере, вот в этой ситуации представьте, ой, две единички. Ну что? Стоит сказать, что в этой ситуевине у Нурглей хорошие шансы для того, чтобы забить. Фланг абсолютно открыт. Сюда можно сначала ударить, потом еще и блицануть стаклом, если не уронит этого паренька. И как-то... И все здорово. Ну вот. То есть фланг открыт. И зверь Нургла сейчас может... То есть мы вот здесь сделаем удар. И зверь, в принципе, занимает более-менее приятную позицию. Ну так вот, если посмотреть. То есть у Нурглей все прекрасно. Да, здесь, наверное, даже бить-то не надо. Здесь можно просто заблокировать и радоваться жизни. Вот. К сожалению, без пробоя не справился воин. Вот теперь опасность от джамп-апа. А в каком месте опасность от джамп-апа? Я не вижу. Вот это, на мой взгляд... Ой, шестерка найдена. И нокаут. Ну... Это хорошая шестерка. ПО не надо делать, да. ПО не надо делать. Молодец. Молодец этот козлик. Сейчас очень важно, чтобы зверь сходил. Но в целом, конечно... Сейчас... Теперь, благодаря тому, что здесь получился удар... Ой, есть хороший блиц у Нурглей. Вот зверь тупящий, это, конечно, неприятно. Это очень неприятно. Ну вот, это был очень важный пробой. И очень важная шестерка. И теперь у Бидонии реально проблемы. Если сейчас еще пройдет какой-нибудь годный блиц... А я бы блицевал в этой ситуации воином вот этот седьмой армор. Блиц в этот седьмой армор воином... Это просто мана небесная. То есть, если ты пробиваешь... То у тебя сразу совершенно адовое преимущество... Которое очень тяжело будет потерять. Да, перестраивается, правильно делает. То есть, это реально... Ну, нет, тут есть еще опасности. Есть еще опасности. Но в целом... Ну, в седьмой армор можно, кстати, въехать и обычным моровиком. Вообще, у Ниона удивительно целая команда для нурглей. То есть, видимо, он пока не играл никаких зубодробительных каток. С ССК в первом тайме ведет 5-0. Молодцы. А с кем они играют? С арсеналом 5-0? Вау. Вау. Внезапно. Удивительно. Молодцы. Да, тогда действительно молодцы. И нурглини сделали блиц, ребята. Нурглини сделали блиц. Вот это прямо неожиданно. А мне кажется, все-таки блиц надо было делать. Вкладочку-то замутить. Да, надо было делать, наверное, вкладочку и блицевать. Но вместо этого нургль... Ну, нургль немного... Ну, кубы в мяч-то есть. Нургль как-то... Мерзкий вид сработал. Это очень важно. А я думаю, реролла не будет. Но, честно говоря, зачем... Зачем дали возможность сделать удар в мяч? Честно говоря... Нургли сделали какую-то фигню. Да, я хочу сказать другое слово, но мы будем говорить фигне. Потому что нурглини сделали блиц. Нурглини дали вот такую огроменную дыру. И как бы... Можно спросить, чем это мотивировано? Вот. И это не кубы в мяч, кстати, ребята. Это не кубы в мяч. И пробой. Не, ну теперь как бы моровичок добегает с большим трудом. Я думаю, что он будет выходить отсюда через блиц. И потом ему будет пас. Двоечка. Борьба будет сыграна. А вот с другой стороны сейчас есть опасный момент. То есть сейчас есть хороший удар по седьмому армору с таклом МБ и всей остальной пургой. Вот. Мне кажется, бидонец правильно сделал. Тут скорее неправильно сделал нургль. Вот нургль отыграл в этом моменте невероятно странно и непонятно. Я честно не уловил посыл его действий. И теперь у него очень-очень серьезная проблема. Стоит ли оно того? Я не думаю. Вот. В общем, все очень-очень-очень странно. Бидонец, да, для бидонец это неплохое действие. Хотя нургль сам должен забивать. Ну, не супер должен, но с таким парнем, который спокойно даст пас и так далее, это нетрудно. То есть нурглю надо просто сделать свои удары. Сделать свои удары. Поставить вот сюда паренька с гордом. Сделать блиц сюда. А, хотя у него же безумие. У него же безумие, ребята. Тогда поставить... Слушайте, а так не все просто, да. Я... Я... Действительно неприятно. Тогда, наверное, надо козлом... Тогда, наверное, надо блицевать козлом. Хотя... Сложно. Сложно. Молодец. Бидонец хорошо сыграл. Пятерка устраивает. И без пробития по армору седьмому. Это очень обидно. Зато шестерка по линейке. Слушайте, а тут действительно надо искать хорошие кубы. Много ГФИ надо делать. Надо делать много ГФИ. То есть, я думаю, нужно делать блиц козлом вот отсюда в 2D. И после этого доджится вставать и делать паст тут. Да не, изи, нет, не изи. Здесь безумие. Хотя, можно вот здесь выйти, конечно. Но это тоже опасно. То есть, можно через безумие выйти здесь, но если он не уронит, то будут проблемы. Не, хреново. Блиц надо в блокера. Ну, блокер блоджерный. А надо найти шестерку. Но, дело-то в том, что нужно кидать додж сложный. Там сайдстеп, да. Там сайдстеп. Блин, что-то вообще... Не, на самом деле сложно забить. Наверное, да. Наверное, надо бить... Надо бить, бля, вот этого паренька. Ну, выходить через безумие, наверное. Шестерка найдена. Это хорошо. И травма. Ой. Минус к броне. Первая аптека улетает, ребята. Первая аптека улетает. Пропускает следующую игру. Неприятно. Ну, теперь додж. Теперь сложный додж. Ну, не очень сложный, но... Такое. Зачем сейчас вкладку? Зачем сейчас вкладку? Я не... Я не понимаю ничего в этой жизни, наверное. Нургаль отыграл последние два хода... Это... Очень странно. Последние два хода Нургля это... Что-то абсолютно неочевидное, я бы сказал. Ну, что? В общем-то говоря, один линейный игрок... Слушайте, ну, такими темпами комбинатор выиграет эту игру. Честно говоря, это как-то... Ну... Игра уровня Кащея, а может быть, даже и выше. Потому что я приличными словами не знаю, как это описать. Это было очень и очень странно. Ну, вот. Пиропен, ну, так дело в том, что... Да, я знаю, что там надо было доджиться и делать два ГФИ. Два доджа, два ГФИ. Но у тебя четырехагильный козел, и ты можешь спокойно дать простой паспуш. У тебя еще плюс мув. Зачем делать вкладку в этой ситуации? Вкладка очень сильно понижала шансы. Он реально вклад... Эта вкладка не имела смысла, потому что у него был простой пас. А вот. У него был пас намного более простой, чем эта вкладка. Теперь понятно, почему средний потолок. Да, да. Ему надо было подводить козла под низ и делать блиц-блокера с проталкиванием сайдстеппера. А вот, по-моему. По-моему, вроде это получалось делать. Или нет? Ну, как-то... Ну, короче, в итоге вообще было что-то очень странное. Я... Я честно, я не понял, что произошло. Ну, вот. Нургли получают рерол. Тачбэк. Хороший момент для нурглей. Ну, скажем так. Ой, хорошая травма. Как я говорил, вот уже вторая травма у этого Рубора. Видимо, он несется в клуб особо опасен такими темпами. Не, ну, просто стоит сказать, что... Не, ну, я не говорил про легкий додж. Я имел в виду немного... Я говорил, что в другой ситуации можно было сделать. Там додж и так далее. Просто нурглей сделал фигню от начала до конца. Стоит сказать. То есть, вот, все, что сделал нургль, это фигня. Вот, все моменты нургля, это очень плохая игра. Пятерку устраивает. Травма. Подкачал козлика. Это важная прокачка. И бретонцы немножко просели в этой ситуации. Минус два игрока на поле, это неприятно. По-моему, даже уже... Не, ну, замены были. Один игрок на банке еще остался, но у бретонцев... У бретонцев все немножко неприятно. Нургли, наконец, начали драться. Хотя они должны были начать это делать раньше. Дедушка нургал им судья. С такими моментами. Но в целом, пока эта игра очень странная. И вызывает у меня множество вопросов. И мата. Вот. Ты хоть одно ПО видел, но понимаешь, ПО здесь... Нургли делает в этом плане правильно. Потому что ПО без такла, оно в этой игре не особо работает. Он как бы... Он ПО и не может заюзать. Потому что у него ПО без такла, ему надо искать шестерку и делать ПО. Это трудно. А сделать против Фенда ПО ты по понятным причинам не можешь. То есть, как бы у него такая ситуация, что есть два стула и как-то оба очень неудобные. У него нету просто физической возможности сделать ПО, грубо говоря. А эта ситуация, кстати, очень неприятная для комбинатора. Потому что сейчас он может немного огрести. Ну, даже боюсь не немного. Комбинатор может сейчас довольно сильно огрести. У него сейчас ход, во время которого действительно придется лицо подготовить, так сказать, к массажу. Притом очень сильно подготовить лицо к массажу. Вообще, конечно, пытаться ввалить в этой ситуации зверя Нургла, это очень странная мысль. Выбрана двоечка, борьба. Ну, звер сейчас встанет. И здесь будет халявный ассист под таклиста с МБ. Я, честно... Я смотрю, комбинатор тоже такой, типа... Решил поиспользовать специальные тактики. Повезло. Очень сильно повезло в этой ситуации. А я, кстати, не смотрел игру Амкара против Урала. И меня, честно говоря, результат очень сильно удивил. Ну, вот. Комбинатор расслабился, инфа сотка. Да, похоже на то, что расслабился. Потому что он делает фигню, по сути своей. Двойка устраивает. Здесь пробой вообще супер. Класс. Просто комбинатор с такими мувами может закончиться очень быстро. Сейчас с такими мувами комбинатор просто кончится. И все. И как бы... И маг ему не поможет. Оп! Ну, вы поняли, да, о чем я говорил. Теперь блиц вот сюда с таклом. Потому что до... Хотя... Ну, можно и так. Поднимаем зверя. Да. Здесь удар с попростой очень. Пятерку устраивает. МБ неприятно очень. Теперь блиц, видимо, будет козликом в... Вот этого паренька. Ну, это напрашивается блиц. Влево. Ну, сейчас будет еще один удар с безумием. Давай, давай, давай. Толкай, толкай, толкай. Надо толкать. Толкай! Не двойка. Двойка не имеет смысла. Пятерка. Ну, вот не хватает такла этому козлу. Не хватает такла этому козлу. Здесь надо просто перейти налево. Вот куда-нибудь вот сюда, вот сюда. Да? И здесь сделать удар в 1D. Потому что он довольно осмысленный. Это седьмой армор. И его надо вырубать. А вот. А может быть, на самом деле, стоило подвести козла и сделать блиц с места в этого блицера, кстати. С седьмым армором. Это было бы неплохо. Ну. О, уже поздно. Уже поздно. Пятерка найдена в 1D. Это очень опасно. Седьмой армор может треснуть в любой момент. Седьмой армор не треснул. Хотя очень был близок к этому. Очень близок был к этому. Зверь второй раз пошел отдыхать. Его все-таки смогли завалить толпой. Правда, при этом игрок остался под двумя таклами. И я думаю, это не особо должно радовать. Но да ладно. Но в целом, Нурглей, если они продолжат так пробивать, то у Нурглей даже неплохие шансы на победку. Если они продолжат разбивать, ребят. Как бы я допускаю такой исход. Вот. В общем, я не очень понимаю, что пытаются добиться бретонцы. И немножко не понимаю, что пытаются добиться Нурглей. Не, ладно. Нургли-то все правильно делают. В целом. За редким исключением. Бидонцы подарили просто очень много контакта. И теперь за это платят. Если ты даришь много контакта с Нурглями, рано или поздно у Нурглей все, что надо, заработает. И ты будешь терпеть. Проходит удар по ПОшнику. Ну вот. Шестерочка заветная. И с пробоем, кстати, МБС. Ну, типа того, ладно. Подскок, удар. Да, кстати, вот и подскоки заработали, ребята. Я все время, я покритиковал немножко подскоки для драки. Опа, и нокаут. Слушай, подскок хорошо сыграл. А я даже сказал, подскок в этой ситуации очень важен. Подскок сильно помогает. Вот. Молодец. Бидонцы не верят в силу когтей МБ Такл? Ну, зря не верят. Потому что сейчас, конечно, придется немножечко освоить на себе силу... Пяти камней бесконечности. Или там... Десяти колец силы. Или что-то плохой удар. Рерол. Ну, надо подходить. Надо подходить. И я думаю, что надо бы... Вообще, может быть, надо козликом блицануть в этого крайнего бидонца. Или блицевать в этого бидонца. И вообще попахивает тем, что нурглям-то надо бы клеточку собрать. Потому что без клеточки будет трудно. Нурглям очень нужна клеточка в этой ситуации. Ну, это мое непрофессиональное мнение. Просто без клеточки могут возникнуть проблемы. И вообще сейчас кажется та ситуация, когда пора бить магом. Бить магом сейчас это определенно хорошая идея. Которая вполне реализуема, назовем это так. Может, может, жахнем? Обязательно жахнем. Весь мир в труху. Но потом. А надо уже сейчас. Сейчас, сейчас просто реально момент, когда можно перевернуть игру. В принципе говоря. Сейчас действительно очень близко к перевороту игры. Другой вопрос, что получится ли. Хотя, с другой стороны, бидонца немного далеко. Бидонца немного далеко. И, может быть, даже идея пульнуть мага сейчас не самая хорошая. Шестерка найдена. Это очень опасно. Очень опасно. И нокаут. Повезло, что только нокаут. Может быть, тогда сейчас мага юзать уже не камильфо. Наверное, все-таки не камильфо. Блокер далеко. Жаль. Не вытолкнуть просто здесь вот этого паренька. Бидонца сила нургли могила. Ну, пока я бы так не сказал все-таки. Ну, вот. Меня, блин, тут дразнят, ребята. Мне присылают кучу фоточек и говорят, а вот здесь можно половить такого покемона. Ну, тут такой рейд, тут такой рейд. Я тут сижу и Бладбол комментирую, блин. Эх. Ну, в принципе, мага, наверное, слишком далеко Бидонца. Бидонца слишком далеко и мага юзать в этой ситуации слишком опасно. Ну, как бы он не даст профита особого. Да, стоит побить. Роттер пробился. Ну, для ротора это нормальное состояние. Ну, вот. Жалко, что не вытолкнут с поля этого ротора. Никого рядом нету для выталкивания. И это очень грустно. В целом, как-то вот. Редкие случаи, когда Бидонцы растянулись и заняты чем-то не очень полезным. Это забавно. Ну, вообще Бидонии просто еще мало на поле. Как вы видите, да? Пять травм, три оглушения, там, нокаута. Все плохо. Ну, у нас Пиропен, гимн, который в церкви находится, в соборе там, его можно и с улицы бить. Не обязательно заходить ради этого в церковь. Если что. Тем более, после того, как одного паренька посадили немножко за ловлю покемонов, не в том месте, как-то... Я знаю, что у нас светское государство. А государство не знает, что оно светское. Ну, знаете, вот так вот. 6-0? Ну, круто. Что-то странное с Арсеналом. С Зенитом так хорошо играли. Ну, правда, Зенит плохо играл. А здесь как-то 6-0, и, в общем, грустно. Ну, либо это говорит о том, что Зенит окончательно скатился. Не прошел додж. Со второго раза прошел. И мне кажется, что все-таки... Некоторые проблемы теперь есть у... Ну, не то, что есть. Нурглей как-то, на самом деле, на поле-то тоже не сказать, что прям огонь как много. Сейчас из-за того, что два Нургля, а три Нургля лежит, конечно, что Нурглей мало. Вообще, так лист добегает. Но хотелось бы вообще затаклистить вот этого Блицера. Уж больно он сытный. Да, вот. Ты еще скажешь, что в России, ну... У нас не просто демократичный... У нас как бы это... Реролл надо тратить. Надо тратить реролл в этой ситуации. У нас как бы либеральная демократия. Владимир Владимирович, либерал. Нокаут. Вот это очень неприятно. Очень неприятно. Пробой проснулся, теперь будет трудно. Очень мало толковых игроков осталось. Остался один Блицер на поле. И три Блокера. Я правильно понимаю? Два Блицера здесь. Блокер лежит. Подождите, я сейчас... Не, подождите, подождите. Блицер, Блокер, Блокер. Линейчика, да? Ну, как-то, конечно... Вообще, стоит сказать, что, наверное, все-таки немножко перемариновал. Я имею в виду этот. Перемариновал магию. Наконец, удар магии. Есть дырка к мячу. В принципе, в ней самое сложное... 2D есть мяч. 2D в мяче есть. Я что-то понять не могу, ребята. А где один Блицер? Вот два Блицера сломаны, один Блицер на поле. Их же, по-моему, четыре было. Или мне кажется. А, не-не-не-не-не. Все-все, два... Нет, стоп. Так, пошел удар. Двойка борьба устраивает, так или иначе. Отскок мяча хороший. Хороший. Здесь теперь изи. Изи подбор мяча. Убегание в закат. Оооо, и реролл. Подобрали все-таки. Но проблема в том, что... Его все-таки догоняют. Надо делать оба ГФИ. Да, правильно. Все. Теперь, кажется, 2-0. Ну, скажем так. Можно попытаться задоджить. Можно попытаться задоджить воинам. Но мне кажется, что это сверхсомнительная идея. Не, ну... Есть блиц... Есть... Есть блиц, например, козликом вот этим. Ну, тут... Все плохо. Просто... Коротко и все плохо. Надо подводить, кстати, сюда роторы, чтобы делать удар в 3 куба этим пареньком. Двойка неприятна. В общем... Козлик должен находить шестерку. А вот здесь было 3 куба, и он не дал 3 куба. Это ошибка нургля. Надо было подводить сюда паренька и давать 3 куба в... В линейку. Это плохо. И вот он сам теперь... Ну, вот... Забывает человек о том, что у него пятая сила. Это ошибка. Так, Листа в любом случае, наверное, надо... Направлять назад. Вопрос в том, в ком порядке... Ой, шестерка. И это будет ПО, ребята. ПО. Очевидное ПО. Но, к сожалению, без пробоя. Че, теперь блиц. Теперь блиц. Ну, тут выбора нету. Блиц и ищем шестерку. Надеемся на чудо. Хотя, я думаю, что чудо ждать не стоит в этой ситуации. Пошел, блиц. Рерол. Шестерка. А если сейчас будет пробой... Толкать надо вверх. Как можно дальше. Вообще, вот сюда. Вот сюда надо идти. Если сейчас не будет пробоя, то как-то грустно. Грустно. Надо делать подбор. Хотя, может быть, может быть, стоит так листа просто подвести. Так лист подобрал. Вот это было неплохо. И делает вкладку. Ой. Ой, как грязно сыграно. Но, с другой стороны... Вот знаете, в чем фигня? Вот эти ребята с подскоком. Их просто на поле не осталось. А вот. Комби сейчас в каком дивизионе? В среднем. А кто ты такой, Йоа Биг Лизард? Ты, случайно, не Синерус? Кину я пробный камешек. Да. Здесь не было, как бы, такла. Поэтому он добежал. Удар теперь в 2D. Рерол. Пятерка найдена. Это устраивает. Ну, и, кстати, Фент сыграл. А теперь надо убегать от такла. Или не надо. Убежал от такла. Подобрал. Надо бежать дальше. Вот подскок сыграл второй раз за матч. Но, в целом, я бы сказал, что... Все равно ситуация у Нурглей нормальная. Я бы сейчас на месте Нурглей делал бы грязь. Я бы сейчас на месте Нурглей делал бы грязную грязь. Я только зритель. Понятно. Ну, просто, Синерус со временем играл за Лизарда. Удар в 1D. Короче, смотрите. Что бы я делал бы на месте Нургля в этой ситуации? Зря, кстати, подошел. Подошел зря. Поднимал бы здесь игрока. Здесь удар таклом. Этим козлом я бы забегал бы сюда. То есть здесь бьем таклом. Забегаем козлом вниз. Здесь доджимся и ищем 2 куба в мяч. После этого подбираем мячик пятиагильным. И даем пас на забежавшего козла. Что-то двойки прям 1-2, 1-2. Он... Да, теперь убегаем вниз. Вот этим парнем надо убегать вниз и давать на него пас. Мое мнение. Ну вот зря подошел. Здесь подходить было бессмысленно. Борьба заюзана. Надо доджиться, находить хорошие кубы, попытаться подобрать мячик пятиагильным и давать пас через пол поля. Это самый адекватный вариант в этой ситуации. И кажется, так и будет пытаться сделать. Встает на забивание. Спасибо за фоллоу. Получится ли? Я не знаю. Сложный мув. Закрыл все-таки, да. Потому что здесь упали. И пытаться забить через ротора вполне нормальная идея. А вот блиц четвертый агилой... Зря. Просто зря. Я понимаю, что проще додж, но... Надо было бить таклом с МБ по седьмой броне. И проще было бы найти додж в этой ситуации. Зря. Это ошибка. Я считаю, это ошибка. Теперь надо кидать додж без рейрола и закрывать здесь. И не получилось. И все. Комбинатор делает 2-0. Если не случится чудо. Вот. Но это была ошибка. Это был очень плохой... Это был плохой плей от Неона. Определенно. Плей, в котором ничего хорошего не светило. Ну, окей. Что поделать? Он сам так сделал. Но это не первый раз, когда мне не очень нравится то, что делает Неон. Блиц. Пятерка найдена. Кстати, если будет пробой, то можно посталить. Если будет пробой, то можно сталить. Изи победа комбинатора. О, атака еще лучше. Теперь сталим до упора. Ну, в общем, плохо сыграл Неон. Честно говоря, Неон вообще наделал множество ошибок. И все получилось плохо. Вот. Ну и да, Сталинк тут абсолютно примитивный. Вот. Вообще прям не надо париться. Ну, вот так вот. Ну, Ргли разве что могут немножко зафармить еще ребят. Без особых проблем. Вот игроков он зря поднял. Сейчас в морду получит. Да. Тут я с тобой согласен. Первая пятерка хорошая найдена. Получил в морду. Притом важный игрок получил в морду, так или иначе. Но, но, к сожалению, без серьезных травм. В общем, с одной стороны комбинатор, конечно, дико нафидел. Но с другой стороны победка, конечно, заслуженная. Нургаль играл плохо. Оп, травма. Минус к броне аптека. Вторая улетает, по-моему. Ну, а тут все. Тут все аккуратно, ребята. Еще одна аптека у комбинатора осталась. Я бы делал бы Блиц козлом вот сюда, кстати говоря. Первый удар не прошел. Надо безумить дальше. Двойка борьба и не подниматься. Просто не подниматься. Ну что, теперь Блиц в убивашку. Ну, убивашка это громко сказано. А вот, кстати, зря. Он сначала фалит. Травма. А почему он сначала не сделал Блиц? Ну, я, конечно, все понимаю. Но этого я понять не могу. Это в который раз очень-очень-очень странный плей от... От Неона. У него как-то чувствуются проблемы с тем, в каком порядке делать действия. Я бы на месте комбинатора забивал бы сейчас. Хотя на лос придется вставать. Хотя не, на самом деле, что забивать-то? Потому что даже если Нургль выбьет мячик, что он потом сделает? Он ничего не сделает. Ему пас не дать. У него никто... Ничего не сделает. Хотя забавно. На поле осталось целых два игрока Бретонии. Вот. Эй, Бидонцы! Вы где? Бидонцы! Что-то как-то Бидонцев не завезли. А были у Бретов? Там только на проп... Ну, там отличили. Там, по-моему, только пропуск игры у кого-то был. И все. А так Бидонцы удивительно мягко прошли. Без потерь. Можно покликать, пока ребята расставляются. Сейчас. О, все встали. Нургли, я думаю, довольны. Вот, да. Пропуск игры у Блокера с Гордом, Даджом и Таклом. Все. Все остальное фигня. Сейчас будет забавно, если Нурглям дадут плюс ход. Если Нурглям дадут плюс ход, это будет очень смешно. Да, че на лосе? Во-первых, есть еще одна аптека. Во-вторых, на нулевых линеек плевать. Привет, Краби. Дал бы в табло это козлу и спрятался бы. Да, ладно. И так нормально. Ну, как бы, у комбинатора есть аптека. И никого он не выставляет на линию. Поэтому, в целом, у него все нормально. В этой ситуации, ну, конечно, трем холопам надо беспокоиться. Но вот, вместо того, чтобы сделать три куба, он делает два куба. Почему? Я не знаю. Еще одна травма. Не, ну, опыта не он нафармил за себя и за того парня. Аптека заюзана. Пропускает следующую игру. Продолжает оптимизировать состав комбинатор. Может, все-таки три куба сделаем? Не, не здесь. Зачем три куба? Кому это надо? Ну, Нургл очень слабенький, честно говоря. Мне вообще не понравилось, как играет этот Нургл. Бедные холопы. Ну, холопы сами виноваты. Если сейчас еще не он начнет фалить линейчик лежачих, я вообще не удивлюсь. Абсолютно. И вот рерол, который был потрачен. Зачем? Никто не знает. Плохой Нургл, в общем. Ну, и бидонцы заслуженную победу получают. 23 пробоя против 12. Левелапики упали весьма забавно. 8 травм, 9 нокаутов, 3 нокаута. Ну, забавно, забавно. 75 отбор. Кстати, на самом деле, 8 травм, 9 нокаутов при 23 пробоях. Стоит сказать, что у Ниона очень эффективно получалась драка. Опыта он нафармил тоже по Сэмой не балуйся. Это 8, 14, 16, 21. Вообще прям шикарно. 11 опыта со стороны этих ребят смотрится, конечно, грустно. Бронька пробивалась только в путь. Почти половина ударов по броне, это прям хорошо, хорошо, достойно. Ну, Нургли просто очень плохо отыграли, на мой взгляд. Ну, Нургли отыграли, ну, так себе. Спасибо.